Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology. Вы спрашивали меня о клиповом мышлении. В общем, ну вроде как мое мнение я должен озвучить. И что-то там был комментарий, сейчас точно не вспомню, не хотелось копаться его искать. К сожалению, я не успел вот так вот оперативно снять видеоролик по этому поводу. Но чем характерен этот комментарий, почему я решил на него ответить, чем он мне понравился? Не то, чтобы люди как-то часто гуглили само клиповое мышление. Кстати, это имеется в виду как в клипах, когда человек мыслит несколько стереотипно, какими-либо, так скажем, обложками, критериями. Нарциссам это очень часто свойственно, истерикам. И шизоидам. То есть они мыслят как бы не взаимосвязанными категориями, но иногда достаточно красочно. И человек мне писал, что это вроде как для молодежи свойственно. Дорогие друзья, давайте так. Раз мой канал все-таки научный, раз я стараюсь, соответственно, вам все презентовать с точки зрения науки и доказательной медицины, насколько у меня это получается, может быть, не всегда, конечно, я могу вот какие-то пруфы прям привести, прям вот вам кинуть конкретную ссылку на DSM-5. У меня была такая мысль, вот все, что я говорю, еще кидать ссылки на DSM-5, но это такую работу над каждым роликом придется проводить, чтобы накидать вам ссылок, что я боюсь, что я раз в год буду выкладывать видеоролики, а я сейчас стараюсь все-таки их выкладывать чаще, гораздо чем раньше. То, соответственно, вот что я вам скажу. Просто давайте опираться на здравую логику и на то, что сейчас вообще какие есть научные данные и изыскания. Психотип конкретно доказано, и вы уже это видите, да, и видите, что существует целая американская система о психотипах. Доказано, что он регулирует ваш процесс поведения, то есть это как такая ваша внутренняя прошивочка. А, соответственно, когда вы опираетесь на какие-то критерии пола человека, возраста человека, цвета глаз человека, гороскоп человека, не знаю, там, цвет волос человека, вы никогда таким образом не будете научными. И точная картинка в голове, как это работает, не сможет у вас выстроиться. Вы всегда будете делать ошибки, потому что нужно, чтобы все это экспериментальным путем подтверждалось. У нас сейчас нет данных о том, что как-то психотипы ввиду возраста обострены или меняют себя. Представьте эпилептоида, ну, даже маленького эпилептоида, ну, разве будет у него когда-нибудь клиповое мышление? А если он маленький истероид, ну, разве превратится он подростком или взрослым человеком в эпилептоида, если там до этого эпилептоида и не было, да, или он был шизоидом, честно. Понимаете, поэтому в одночасье таких глобальных структурных изменений в мозге не происходит. Поэтому не обманывайтесь, не нужно использовать общеобывательское мышление для того, чтобы анализировать поведение человека. Используйте научный подход. С вами был Medical Fitness Psychology, я жду вас на своих консультациях онлайн. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами здоровье!